Всем привет, это Мистер Икс, и это обзор по моему новому джойстику БРД. Все вы знаете, что ее на протяжении долгого времени, где-то лет 10 летают, но только на джойстиках CH, это очень хорошие джойстики, надежные, они качественные, долговечные, я долго очень на них не тал, они мне не ломались, но все когда-то ломается. И самая главная проблема этих джойстиков, это конечно же резисторы, они стираются и появляется дребезжание по осям, поэтому я решил приобрести механику от Баура. Если кто не знает Баура, представляю. НТ Баур зовут Роман, это известный мастер по изготовлению джойстиков, педалей для полетов авиасимуляторов, также их модернизации и ремонт. Его работы отличаются высокой надежностью, точностью, поэтому мой выбор пал именно на его работу. Я связался с ним, написал свою проблему и он дал мне несколько советов, в том числе и предложение о покупке его механики. Роман скинул мне картинки, дал мне координаты человека, который занимается сборкой. Его звать Алексей, ник 72 АГС AlexFM. Алексей работает вместе с Романом и занимается в основном настольными решениями. Он сразу мне ответил и также все подробно рассказал и озвучил цену. Я решил убрать, чтобы навсегда забыть о проблемах с резистерами. Я разобрал свой CH-пейтерстик, снял ручку и электронику, упаковал и отправил Алексею. Как вы видите, все очень просто. От вас РУС, от БРД механика, корпус и магнитные бесконтактные датчики Магрес. В сборе джойстики выглядит вот так. Джойстик получился тяжелее раза в полтора по сравнению с джойстиком CH и стоит более устойчивее на столе. По высоте, если поставить джойстики рядом, видно, что высота практически одинаковая. Ход ручки мягкий, удобный. При проходе через центр нет никаких шумов, как на джойстиках CH. Загрузка подбирается по вашему желанию. И есть три вида загрузки. Я заказал самую слабую, но она мне не подошла. Ну как не подошла? Просто не захотелось мне к ней привыкать. Я просто поставил от своего старого джойстика CH фэперстик пружины. Из-за небольшой разницы подменения мне пришлось подрезать пружины на 6 витков и в итоге получил ту же загрузку, что и была на фэперстике. Все заменил сам без проблем. Цветовая раскраска может быть серой или черной. На ваш выбор. На джойстике остались те же 256 отчетов точности, но сейчас уже идет работа над новым контроллером. И в будущем можно будет заменить его на более точный с двумя тысячами отчетами. И это я считаю очень хорошо. Very good. Я сразу куплю. К новому джою я привык сразу. Первые впечатления были типа, о как мягко, не шумит, ничего посерединке не щелкает. Вообще супер. Обошелся мне этот джой около 9 тысяч рублей. 6 тысяч рублей настольник с установкой ручки. 1400 рублей датчики и пересылка 1200 рублей. Согласитесь, что это не так дорого, как, например, покупать Black Mamble, которая механика уступает БРД. В общем, я очень доволен джоем. За что огромное спасибо Роману и Алексею. Ну а если вы надумаете модернизировать VyJoy TXH, вы можете напрямую обратиться к джою в личку на форуме или по адресу, который вы видите на экране. Также вы можете обратиться и к Роману, описать, что у вас есть в наличии и что бы вы хотели заполучить. Он предложит вам наиболее оптимальный вариант, так как это было в моем случае. На этом у меня все. Всем пока. Счастливо. Всем привет еще раз. Для тех, кто не смотрел рекламу. Сейчас я летаю на старом джойстике. Так как, как вы видите, у меня новый джой, да, и я его отправил обратно на доработку. То есть на улучшение его характеристик, так как пришли новые контроллеры, и в ней Алексей поставит даже еще какие-то там новые датчики. В общем, джойстик я уже отправил, уже его переделывают. Теперь у меня будет уже не 256 отчетов, а 2000 отчетов. И я даже, наверное, буду стрелять лучше. Аж смешно, блядь. Народ заходит, конечно, и говорю, я стрелять лучше стал. Все в шоке, блядь. Как еще лучше, нахер? Да, возможно. Не, просто у меня на этом джойстике датчики. Резисторы, в смысле, уже кирдык что-то. И у меня, я... Резисторы шумят, и я плохо стреляю. Особенно, когда с шести, у меня самолет болтает, я не могу центр найти, и приходится, блядь, болтать, короче. Такая вот фигня. А вот на этом джойстике, на новом, там все четко, вообще, я прям как в проба найдешь, прям, блядь, намечаешь. А сейчас будет еще 2000 отчетов, сейчас там говорят мне, что там еще круче, короче, будет. Ну, я не знаю точно, так что. Посмотрим, что будет. Я вот жду, в общем говоря. Очень хорошо. Так что, кому нужен джойстик хороший, обращайтесь к Алексею, к Бауру. Все данные там есть. Мини-рекламкина. Я им очень благодарю. Вообще, мне джойстик понравился. Вновь, кстати, народу сразу начали спрашивать после моего обзора. Интересуются, как, чего там, давай новое видео с новым джойстиком туда-сюда. Вот, скоро будет, наверное, и с новым джойстиком. А пока со старым лезем. Так что, смотрим со старым. Вот, да, последнее время, слышите, да, я там матерюсь, это, короче, что-то последнее время, словно, фризит конкретно, прям, особенно, когда много самолетов рядом. Там, что-то прям вообще такие жестокие фризы. Не знаю, почему такое. Я уже даже пытался обратно драйвер переустановить. Раньше у меня была такая фигня, что драйвер новый поставил, у меня отблизило. Я на старый перешел, перестал отблизить. Вот, а сейчас что-то даже вообще ни то, ни то не помогает. В чем проблема, не знаю. Так что, вот, такие вот дела. Ну, в общем, давайте, смотрите видео. Видео, конечно, шикарное. Здесь я летаю с волком, вот, микрофон у меня херово настроен, я ни хера не слышно, потому что, блядь, я уже давно не делал эти записи, и, походу, что-то какие-то настройки сбил, или что, и, в общем, микрофон у меня тихо, вообще, я говорю тихо, но, возможно, что-то там он может его слышать. Вылет, в принципе, нормально, я летаю утром, когда, спидосами, короче, летаю, это глубокая ночь в Москве. И, сейчас, вот, сложная мысль была, большая скорость, конечно, все равно, я захожу, которого ты, первого, вот этого, вот, и, в общем, спидосом летаю, они тут летают толпами, блядь. Сейчас вы увидите, как тебя один против толпы, там, двои, в общем, пытался осторожно, там, одействовать, в принципе, всех контролировал, действовал осторожно, так что, можно еще посмотреть, чему научиться. Ну, и потом, короче, они все разбежались, будет небольшой промежуток во времени, то, что я там долго их искал, где-то минут, наверное, на 10, если что, можете промотать. Там, в принципе, и так, я просто хожу туда-сюда, отсюда, прогулялся, а потом посмотрел, что осталось на севере цели, аэродром, я пошел к ней, и там, короче, всех их раскуячивал. Ну, и там, дальше понеслась, короче, читер там, опять. Ты меня видишь? Короче, такой сипой, там, читы, там, включены, короче, все понеслась, у них там, прикипело конкретно. В общем, смотрите, для этого просмотра, там, можете, там, спрашивают о канале у меня, также в комментариях, что, как интересует. По мере возможности, я всегда отвечаю. Если бывает такое, мне говорят, что я там ничего-то не отвечаю, парни, вы извините, но, если что, видите, что я долго не отвечаю, еще раз продублируйте вопрос, потому что я могу не заметить. Так что пишите еще раз, можете там в личку, там, куда-то кидать, там, хоть на форуме, хоть туда, я всегда отвечаю. Ну, все, давайте, всем счастливо, удачных вам вылетов, пока. У меня, да, три с половиной, первый. Просто захожу, они, блядь, он отворачивает, как там тролль крутится. 10, 27, 8. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok